Я там показывал, как я готовил Марс-500 для испытателей Международной космической экспедиции. Марс-500, который на карантин, как говорится, на такую изоляцию, на целый год с лишним. Ну и вот сейчас для всех на карантине я показываю там на бесплатном ликбезе против стресса, с развитием творческих качеств, эти секретные приемы. Но они такие простые, эти шалтай-болтай, например, там лыжник, там надо подбирать, там свое надо подбирать, чтобы было индивидуально у каждого. Например, если тебе неудобно так пятки поднимать, то бросаешь вверх пятки поднимаешь, или вот так. Ну то есть перебираешь варианты и находишь свой вариант, и вдруг мне там пишут, да это же просто из йоги, это интересно. А я же все время говорю, слушайте, вектор внимания здесь другой. Это новая парадигма внимания. И когда мне там, например, пишут, это же жгонка. Ну да, еще раз я говорю, вектор внимания другой. Потому что когда вы делаете жгонку, например, вы должны так как-то стоять, потом вот так делать, обратить внимание на тело, на качество выполняемых упражнений и так далее. А здесь, в синхрогимнастике по методу Ключ, именно ты подбираешь такие приемы, которые тебя не заставляют на них обращать внимание. Ты обращаешь внимание не на тело и не на качество выполняемых упражнений, а именно думаешь о том, что тебя волнует в данный момент. Точно так же, точно так же, как когда ты нервничаешь, ты ходишь туда-сюда по комнате, качаешь ногой, стучишь пальцами и так далее. Но ты же в этот момент нервничаешь. Почему? Потому что думаешь о волнующих тебя проблемах. Вот же в чем дело. Раньше это просто называли нервными движениями. А я говорю о согласованности, что ты не просто нервничаешь, ты нервничаешь, потому что думаешь, ищешь выход, пытаешься решить какой-то вопрос. Да. И вот же, поэтому в методе Ключ-синхрогимнастики вот эти все упражнения, здесь вектор внимания, запомните, вектор внимания, новая парадигма. Совершенно не так, как в физкультуре, не так, как в йоге, не так, как в спиральной гимнастике, не так, как нигде. Вектор внимания именно на решение твоих проблем. Думаешь, о чем думаешь, и делаешь, как делается. И вот за счет этой синхронизации снимается лишнее напряжение с того, о чем ты думаешь, и ты не зависаешь. Да, и думаешь, поэтому свободнее. Вот же в чем дело. И поэтому эти упражнения, чтобы вы могли не задумываться, как их правильно делать, взяты как раз из природы. Так человек инстинктивно делает, когда он нервничает. Он ходит туда-сюда по комнате, и там пальцами стучит, и крутится в кресле, и ногой качает, а на морозе его трясет. И поэтому, например, упражнение одно. Потрясись, да, или хлест, да. Это все взято из инстинктивных действий человека, а теперь ты делаешь их осознанно. И когда ты несколько раз делаешь сознательно то, что тебе раньше помогало бессознательно снимать напряжение, думая о чем-либо, то теперь ты вырабатываешь навыки и способности. Вообще легче думать о чем-либо, и легче находить выход из любого тупика, и лучше соображать. А сам принцип подбора путем перебора этих приемов, то есть ищи, который тебе приятнее и легче, сам этот принцип перебора развивает творческую поисковую активность мозга, которая в жизни тебе поможет, как хорошая сообразительность, как хорошая смекалка. Во всех областях жизни. Вот так вот. Йога.